Всем привет, дорогие друзья! С вами Стэк, и наконец-таки это свершилось! Игра, которую я так долго ждал, наконец-таки она вышла. Это продолжение игрушки 60 секунд, под названием Sixty Persics. Это первый случай в моей жизни, когда я вечером сидел в стиме, мониторил эту игру, ждал пока она выйдет, и купил её в самую первую минуту выхода. Я один из самых первых владельцев этого компьютера. Что это такое? И где вообще всё остальное? То есть, игра настолько интересная, что из неё не нужно выходить, ты будешь играть в неё всегда. Добро пожаловать в программу Астрогражданин, пожалуйста, измените настройки, бла-бла-бла-бла-бла. Далее. Выберите кадета программы Астрогражданин. Будем играть за Диди. Мне нравится Диди. Тревога, ядерный апокалипсис. Не минуем выполнение приказа 1961. Включён новый протокол. Действуйте в соответствии с чрезвычайной ситуацией и приготовьтесь к ядерному удару. Понял. Приготовился. Так. Ага. Добро пожаловать на космическую станцию ИКР-13. Хватайте суп для выживания, нужны пайки. Опа. Так, так. Да возьми ты суп-то! Господи, женщина! Куда я бегу, я не понимаю. Что такое? Нам, типа, сюда уже сразу бежать нужно? С одним супом? Или я его просто положил? Аптечка. Так. Нам, типа, нужно брать сейчас предметы, которые подсвечены. А другие пока брать нельзя. Так. Где тут всё? Куда? Я бегу, я бегу, я успею. А, во, теперь я могу людей брать. Давай, темнокожий. Со мной. Я толерантен, ты не негр. А, всё, обучение закончилось. Теперь мы должны быть сами по себе. Быстрее, супа. Побольше супа. Так, так, так. Какие-то камушки, лопата. Я не знаю, зачем мне это? Я просто хочу выжить. Сальтуху, правильно, ты мастер. Всё. Планета взорвалась. Апокалипсис. Конец. Ну же, ну же. Мне уже не терпится. Что же там будет-то? Давай. Страшный звук. День первый. Вот она, наша команда, значит. Я вот не знаю, это все герои, которые есть в этой игре, или есть ещё другие герои. По-моему, там было больше, чем 4 персонажа на космическом корабле. То есть, если в 60 секунд мы могли взять только 4-х членов семьи, здесь, мне кажется, их больше, чем 4. Странно. Ладно. Об этом я ещё потом подумаю. О. Смотрите, они поменяли полностью геймплей. Мы можем с каждой вещью взаимодействовать отдельно, а не как в 60 секунд. Диди Докинс. Голод ок, здоровье ок, рассудок ок. Спасибо. Главный компьютер. Сначала проверьте бортовой журнал. Так. Во. Бортовой журнал. День первый. Здравствуйте. Компьютерный ассистент Астро. На службу прибыл. Вы должно быть Диди, верно? Рады сообщить, что судя по вашим действиям, во время побега вы идеальный кандидат на должность капитана этого судна. Добро пожаловать на борт спасательного шаттла капитан. Позвольте принести вам извинения от лица членов программы Астрогражданин за малюсенькие неприятности, из-за которых вас переместило за 60 парсеков от земли. Текущая цель найти безопасное место для приземления и попытаться установить контакт с окружающим миром. Чтобы получить дальнейшее указание, пожалуйста, подключите главный компьютер. Он находится в центре шаттла. Добрый день. Капитан, сегодня первый день вашего командирования. Командования. И вашего межзвездного путешествия. Нужна вдохновляющая речь. Все очень ждут вашей речи, капитан. И я тоже. И так, наконец-то, вы сможете показать, каким капитаном вы станете в этом невероятном путешествии. Какого рода речь вы произнесете. Так. Ловкость. Интеллект. Сила. Наверное, давайте начнем с интеллекта. Нам нужно подумать, как спастись. Да, в первую очередь. Окей. Так. Кормить никого не надо. Лампочка. Завершить день. Интересно придумали, кстати. Прикольно. Мне нравится. Мне пока все нравится. День второй. Так. Казалось бы, интеллектуальная речь это отличная идея. Разумеется, только в этом случае, если тот, кто ее произносит, достаточно умен. Ваш язык внезапно перелип к небу, и вы не смогли сказать ничего, кроме земля была плоской. Это была худшая речь из всех, когда-либо произнесенных в этой части вселенной. Похоже, все члены вашего экипажа с этим согласны. Поздравляю, капитан. В первый же день вам успешно удалось сплотить своих людей, как минимум против общего врага. По-моему, против себя. Понятно. Что такое, выберите категорию. Ух ты! Смотрите. Так, стоп. Тут можно щелкать, а я только читал. Проворное, обычное и обычное. Так, 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 так. Тут у нас все характеристики. Так. Ну, это у нас статистика. Понятно. Окей. Капитан, очень важно следить, чтобы вы и ваш экипаж хорошо питались. Одной порции вкуснейшего консервированного супа хватит, чтобы продержать силу человека на протяжении нескольких дней. Того, что вы забрали из космической станции, хватит только на время. И поэтому жизненно важно следить за состоянием припасов. Если, конечно, не хотите здесь съесть своих коллег. Ха-ха, шутка. Смешно. Пожалуйста, оцените ее и посмейтесь. Я уже посмеялся. Ха-ха. Смотрите-ка, мы уже сблизились. Ближе прямо некуда. Кто проведет очередную проверку припасов? Единственное требование – знание несложных математических действий. Я понимаю, что, возможно, много упрошу, но у меня хорошее предчувствие насчет этого экипажа, капитан. М-м-м. Кто же из нас должен провести проверку припасов? Он. Он самый умный. Он рассудительный человек. Он знает, что делать. Давай. Главное, чтобы тебя не это, не избил никто. Особенно вот, вот этот. Он очень уж зло выглядит. У него есть медаль за избиение людей. Завершаем день. Давайте. Посмотрим, кто кого убьет. Интрига, события, развертка конфетки. Третий день, что я несу. Хорошие новости, капитан. Этот шаттл был заранее обеспечен аварийным запасом продовольствия. Используйте его с умом. Плюс три. Ага. Классный звук, мне нравится. Буду почаще ее крутить. Капитан, ремесленный модуль, который находится за кабиной, доступен. В материалах программы «Астрогражданин» говорилось о нем. Это современное устройство позволит вам создавать и уничтожать в соответствии с принципами закона сохранения. Массы. Вам потребуется немного минералов, химикатов или энергии. Используйте их, чтобы создавать предметы, перерабатывать или чинить свои вещи, а также улучшать предметы из системы шаттла. Так. Крафты намечаются. Здесь пока ничего нету. И в принципе, давайте посмотрим. Что бы вы хотели сделать? Так. Зажигалка. Нужно десять кусочков полигональных камней. У меня есть все это. Воды из химикатов. Изолент. Скотч. Коммуникатор. Блин, прикольно. А это что? Два. Два. А, двадцать. А не два. У нас двадцать минералов и двадцать энергии. Так. Что тут еще? Переработать. Артефакт. Я его переработаю. Давайте. Поехали. День четвертый. Капитан, я вам уже говорила, что я привела в действие ремесленную систему изготовления предметов в задней части шаттла. Рекомендую вам использовать устройство. Переработка завершена. Доброго дня. Спасибо. У нас теперь есть десять химикатов. Мы сможем сделать себе какой-нибудь суп. Да. Потом как-нибудь. И это что такое? Я не понимаю. Тут много всего. Блин, интересно. Мы можем отремонтировать вещи не только когда Тед решит ее отремонтировать, а когда я захочу. Я головней стал в этой игре. Спасибо. Чувствую себя крутым. Нет. Капитан, вы только что надели на запястье корректировщик веса тысяча. Это всего-навсего разрекламированная ерунда, треснувшая и неисправная. Теперь, просмотрев на себя в зеркало, вы увидите жирного бульдога. Предполагается, что это должно замотивировать вас начать худеть. Хватит чесать ухо. Снимите хоть обувь сначала и делайте с этим что-нибудь. Кораблю нужен капитан. А... Мы можем ничего не делать с этим, например, потому что нет других вариантов. Что за говно происходит? Что за браслет я надел? Что такое? Игра. Ну-ка, давай, объясняй мне. Я не понимаю. День пятый. Благодаря корректировщику веса тысяча, вы теперь, когда смотрите на себя в зеркало, видите жирного бульдога. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Вы не внушаете доверие, хотя все быстро закончилось. В буквальном смысле в меня заложено строго указание документировать все, что происходит на этом корабле. Так, 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 все голодные, понятно. Эм, так, давайте супируйся. Всех будем супировать. Чё, ноу? Дисциплина у тебя хромает. Слышь, тонкий. Сейчас как гребешь моей вялой женской рукой и сломаешься. Понял меня? В одном из отделений мы нашли маленький металлический ящик с наклейкой для серта. Откройте. Эм, интеллект, ловкость. Вернемся к тексту. Вы можете разобрать замок и собрать из него несколько запчастей, а на содержимое не обращать внимания. А можете попытаться открыть ящик, но для этого нужны ловкие пальцы. Как вы поступите? Я хочу поступить ловко. Да. День шестой. Вы решили открыть металлический ящик, который мы нашли на борту. И время пошло. Поначалу система управления замка оказалась узорственно сложной, но вы ее взломали. Вы сумели открыть замок, угадав, в какой последовательности нажимать на кнопки. Внутри лежал странный артефакт. Опять... Ш, эта самая золотая корова. Зачем он нам нужен? Я хочу его снова разобрать, наверное. Или давайте что-нибудь сделаем. Зажигалку. Я думаю, пригодится. Капитан, отличные новости. Сканеры нашли контейнер, который дрейфует в космосе поблизости от нас. Попробуем затянуть контейнер на борт? Эм, нет. Да, пускай. Была, не была. Совершить день. Посмотрим. Кидайте меня своими ящиками, я их всех приму. Я тряпочка, я впитываю. Седьмой день. Так. У всех проблемы, всех избили. Таинственный груз, который вчера закрыли сканеры на борту. Открывай ящик через три, два, один. Смотрите, внутри контейнера что-то есть. Лампочка? Она мигает. Что-то пищит. Если бы мы попытались отгадать, что это одним из первых пяти предположений была бы бомба. Твою мать! Вы получили смертельную травму. Все получили травму. Малыш пострадал. Какой малыш? Она беременна? Или я тупой? А, малыш Бронко. Тимми, ты ли это? Рыжий, кудряевый мальчик. Космические путешествия бывают скучными. Так, бла-бла-бла. Какую игру вы придумаете? Поиграем в зажигалку. Поиграем в лопату. Давай поиграем в лопату. Закопаем того, кто первый умрет от кровотечения. Мы же бомбу взорвали на корабле. Давай. Хотя, подожди, стой. Мы же можем вылечить кого-нибудь. Капитана. А, здоровье ок. Стоп. Кто у нас взорвался? Вы все голодные, понятно. Это я вас покормлю, да. Но, похоже, никто не пострадал особо. День восьмой. Вы придумали игру про лопату. Основа вашей игры – пятнашки. Вы, будучи капитаном, всегда играли роль водящего. Вы гонялись за остальными членами экипажа по всему шаттлу, пытаясь стукнуть их по голове. Отличная игра. Вряд ли к чему-то она приведет к хорошему. Капитан, наш чудесный мини-реактор марки Астрогражданин нуждается в регулярном промывании системы охлаждения. Это великолепное устройство занимает всего две трети места на шаттле и весит меньше 20-тонного грузовика. И поддерживать его в надлежащем состоянии просто очень, однако, важно. Почти правильно прочитал. Том сейчас не занят. Хотите попросить его начать промывание? Блин, меня и так все ненавидят. Я вначале интеллектуальную херню какую-то начала морозить, потом всех лопаты избила. И теперь заставлю Тома пойти охлаждать там что-то. Ну пусть идет. Мне кажется, в конце игры просто все меня убьют и пойдут дальше выживать. Так, я забыл нажать на кнопочку day over. Shit, my English is very fucking low level. День 9. Вы обратились к члену экипажа по имени Том с просьбой помыть систему охлаждения. Он неохотно взялся за работу, устраивая 5-минутные перерывы после каждых 30 секунд. Он едва успел все сделать до автоматической перезагрузки редактора с реактора и все это время враждебно на вас косился. Пробел забыли. Короче, мы потеряли доверие Тома. Ясно. Обратите внимание, капитан, это весьма необычно. Мы регистрируем неизвестные сообщения, но я не могу определить, кто их посылает и что еще важнее, каково их содержимое. Может быть дело в помехах из-за вспышки на солнце, а может быть в кое-чем похуже. Вдруг это новый тип советской кодировки. Нам надо расшифровать эти сигналы как можно скорее, насколько можно судить, от этого зависит наша жизнь. Кому вы хотите поручить прослушивать этот канал связи? Так. Эммет Элис, ну ты самый умный, ну господи, я все, всю работу даю тебе. Тимми, ой, Тимми, малыш Бронко у нас, это малыш, че я с него взять, он должен, этот, бить по голове монстров, он сильный. Этот уже обиделся на меня. А ты, если обидишься, в принципе, ничего мне не сделаешь, поэтому ты работай, давай. Все. Завершаем день. День десятый. Первый контракт. Что это такое? Капитан, вам надо это увидеть. Мене это не так легко вывести из равновесия, но это один из величайших моментов в истории человечества и созданного человеком ИИ. Мы не одни в этой вселенной. Сигналы, которые мы приняли, наконец-то расшифрованы. Их посылают инопланетяне, иначе говорят другие формы жизни. И нет, я не говорю о коммунистах. Такого мы еще никогда не видели. Похоже, в этой галактике множество развитых цивилизаций. Сигналы поступают отовсюду. Можно с уверенностью предположить, что с некоторыми из них мы рано или поздно встретимся. Наша, или точнее, ваша жизнь никогда не станет прежним, капитан. Эммет провел великолепную работу. Так, все хорошо. Ему удалось отследить некоторые... Так, 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 но это, в принципе, он все и обнаружил. И Том позаботился о своей психике. И теперь он в норме. Молодец, Том. Я так и знал. Он выглядит такой человек, знаете, его ничто не сломит. Он что-то побесился и такой, так, ну ничего, я бешусь. Буду нормально. Так, сижу, покуриваю сигаретку, воображаемую нормально. Тааак. Так-так-так-так-так-так. Вы о чем-то переживали, капитан, но, похоже, уже забыли о проблемах. Не удивлюсь, что вы решили утешиться артефактом, разработанным командой проекта Астрогражданин. Он гарантированно устраняет любые эмоциональные проблемы. Короче, никто нас не любит. Все плохо. Еды нету. Капитан, мы остановились. Нас удерживает какой-то робот. Я выведу его сигналы на главный экран. На экране появилось изображение животного, вероятно, пушисто-чешуйки. Это нечто среднее между кабаном, пугулом и змеей. Уродец, выжидающий на вас смотрит, их хозяева вымерли, и они страдают от свободы. Они... Я... Не понимаю ничего. Это какой-то зверек. И я не хочу бить его лопатой. Вот мое решение. Скоро мы приблизимся к потенциальному месту посадки. Расчетное время прибытия Т-1. Ух-ух-ух. Что-то намечается, походу. Поэтому я изготовлю коммуникатор. Это важная штука, мне кажется. Да, мы без нее, блин, летаем уже сколько? Две недели. Так, капитан, вам предстоит приступить к жизненному важному мероприятию, самому смиренному заданию, какое только есть на этом шаттле. Я говорю о мытье пола в кабине. Все потому, что я женщина, да? Все потому, что я женщина. Он так смотрит еще. Слабый пол, мой полы. Это просто команда сексистов. Капитан не в духе от такой информации. Полы на этом корабле не помешало бы хорошенько отодраить. Да понятное дело. Я применю, наверное, силу, потому что это сложная работа. Давайте. Суп все равно нету. Живите, как можете. Малыш как будто не слышит, когда вы просите его помыть полы в шаттле. От такого явного неуважения к протоколу программы у меня аж проводка трешит, капитан. В итоге он все же опустился на четвереньки, но похоже он только и делает, что безрезультатно шлепает пол. Он, кажется, не в восторге от вашего стиля руководства, капитан, но вы все еще страдаете от ран. Малыш все еще страдает от травм. Меня не уважают, и все-таки полы мыл не я, а полы мыл малыш. У нас феминистическое, значит, приключение получается. Так, что у нас там? Капитан, проснитесь, мы приближаемся к какому-то небесному телу, похоже на луну, но по-моему это маленькая планета. Запускаю быстрое сканирование. Сканирование завершено, так и есть. Маленькая каменистая планета. Если вы хотите благополучно приземлиться на этой планете, вам придется устранить небольшую неисправность в нашей системе управления. Потому что сейчас мы даже повернуть не в состояние, а это нужно сделать до того, как мы отдалимся от этой планеты. Поторопитесь. Чем же мы будем устранять неисправность? Наверное, посмотрим в книжке, что написано, и сделаем все как там. Да. Видите? Этот испугался аж. А, нет, он не испугался. Он истощен. Все-таки давайте я ему еды дам. Потому что он прям истощен. Давай. Все, поехали. Сейчас кто-нибудь умрет уже. Хотя, по-любому умрет. Я вот просто вот уверен. Опа. А вот это уже интересно. День пятнадцатый. Вы листали свое испытанное руководство в поисках какого-нибудь справочника или хотя бы главы посадка космического корабля для чайников. Эммит заметил, как вы в отчаянии листаете книгу и вовремя помог вам найти нужную главу. Вместе вы заново воткнули в розетку нужную вилку и направили шаттл к земле. Посадка была отнюдь не мягкой. Ваше лицо самым неприятным образом врезалось в нашу модуль связи. Теперь, как минимум, один из этих предметов совершенно бесполезен. Я понял. Можешь дальше не говорить. Я понимаю, ты шутница. Мы... Кто там находится? Дивный номер... Дивный... Дивный... Капитан, модуль экспедиции, который находится за кабиной, заступен. Вам осталось только одеть кого-нибудь в скафандр и отправить наружу. И... Типа... Я не ожидал, что эта игра такая разнообразная. Я думал, мы будем сидеть в этом корабле, как в 60 секунд, просто все время. И ждать какого-то развития события. А тут мы, блин, приземлились куда-то. Что-то происходит. Сейчас еще наружу, блин, пойдем. Я вообще офигею. День 16. Ха-ха! Бедный малыш! Да уйди ты, сраный листок. Тут проблема. Малыш мертв. Что же делать-то, твою мать? А, я еще не прочитал то. Капитан, наших запасов надолго не хватит. Малыш скончался от голода. Тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя-тя. Капитан что говорит? А, я капитан, я слушаю. Капитану говорят. Мои стереосистемы сообщают, что-то надвигается гроза. Мне хотелось бы продолжать наблюдать за движением грозы ночью, но для этого моим датчикам придется расходовать заряд батареи. К сожалению, у нас такой не имеется. И, в принципе... У нас ничего нет, мы не можем ничего поделать. Что-нибудь нажать может где-нибудь? Я же ничего не тыкал даже. О, о, что это? Мы типа можем куда-нибудь отправляться в разные места? Выбирать место, куда поплыть. О, полететь. Хотя я типа на скафандр нажал, да? День семнадцать. Капитан, вижу, вы смотрите на ту штуку снаружи. Всего в паре метров от нас кто-то застряло за камнем. Эта вещь блестящая и, наверное, дорогая. Я знаю, что вы хотите ее получить, но не выйдет. Вы спрашиваете, почему? Очень скоро рядом начнется метеоритный дождь. Под рядом... Я имею в виду, оставайтесь внутри и смотрите в окно. Если не хотите, серьезно пострадать. Брони у нас нету. Мы не можем ее воспользовать. У нас ничего нету. Я просто пропускаю. Я просто умру сейчас. День. Как его завершить уже? Давай. Я жду смерти. Я готов умереть. Спустя три дня. Я уже столько, на самом деле, достижений получил. Я играю минут, наверное, сорок-пятьдесят уже. И у меня то и дело, что снизу стимовские достижения. Вы достигли того-то. Вы достигли этого. Вы самый успешный. Покупайте наши игры. Какой успех, капитан. Коммуникатор, подключенный к пульту связи, работает как часы. Внешний вид опустим. Ведь мы, наконец-то, сможем получать сообщения и отвечать на них. Теперь нам осталось только дождаться, когда кто-нибудь с нами свяжется. Кто-нибудь обязательно донайдется. Рано или поздно. Давайте немножечко отвлечемся от этих разговоров. И сделаем себе суп. Потому что кто-нибудь явно уже скоро умрет. Капитан, к нам пожалованы незваные гости. Орда робопингвинов окружила шаттл. Или они враждебно настроены, или же воинственно машут ножами по другой причине. А я ничего не могу сделать. Не задобрить их. Не связать их. Не убить их. Что же делать? Бездействовать, конечно. Я же терплю. Любая игра от разработчиков 60 Seconds или 60 Persecs подразумевает в себе терпение. Я буду терпеть. И терпеливо нажму на этот рычаг. День 21. Вы решили плюнуть на орду садовых пингвинных убийц, окруживших шаттл, и не обращать на них внимания. Шаттл сделан из укрепленной стали. Как им прорваться? Как им не прорваться? Я не знаю. Нет. Стоп. Эти мелкие поганцы оказались сильнее, чем показалось на первый взгляд. Подобраться внутрь шаттла они не смогли, но несколько раз его перевернули. Никто не пострадал, но некоторые вещи были повреждены. Да, ссаные пингвины! Мне даже пингвины унижают в этой игре. Мы столкнулись с небольшим техническими сложностями с пультом связи. Другими словами, мы совершенно слепы и глухи. Я не могу определить источник неполадки, но регистрирую усиливающийся тональный сигнал. Капитан, это бомба. Отчет скоро закончится. Сделите что-нибудь, капитан! Я ничего не могу сделать. Извини. Прости. Я... У меня рука не повернется нажать этот... А нет, повернулась. Походу... Это конец. Или нет? День 26. Ха-ха! Вот оно! Вот он скилл, понимаете? А вы думали, я проиграю. Правильно думали. Ничего не делать с бомбой в кабине, которая вот-вот взорвется, это, конечно же, прекрасное решение. Если вам жить надоело, вам точно надо... Ах, понятно. Ясно. Спасибо. Я понял. Вы погибли. Спасибо. Я благодарю игру за то, что она меня убила. До чего я докатился? Ноль успешных экспедиций. Ноль обнаруженных локаций. Ноль полученных предметов. Ноль извилин в моем мозге. Закончить приключение. Ну что, ребят. Вот такая вот игра. Теперь нам полностью доступна вся менюшка. Надеюсь, вам понравился этот ролик. Надеюсь, вам понравилась игра. Мне уже не терпится записать следующую серию, поиграть. Если вы хотите побыстрее увидеть продолжение, то обязательно поставьте лайк. Напишите в комментариях свое мнение об игре. Я уже вот прям вот сейчас готов сесть и дальше снимать эту игру. Не буду вас долго здесь задерживать. Спасибо всем за просмотр. Там все дела. Лайки, подписки, группа ВКонтакте. Все ссылочки в описании. Скоро продолжим с вами покорять космос с XT Persex. Кликайте там на экран, чтобы посмотреть другую серию, другой видос. С вами был СТЭК. Всем удачи в ваших космических приключениях. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok